На дворе Кризис, нет возможности покупать игры? Не вопрос, я вам помогу! На сайте моих друзей Online Games собраны самые лучшие, абсолютно бесплатные игры с их обзорами и описанием. Здесь ты найдешь игры на любой вкус любого жанра. Заходи и выбирай то, что по душе тебе. Ссылка будет в описании. Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр. А играть сегодня мы с вами будем в игру, которую я очень долго ждал. И называется она Punch Club. Хотя раньше она называлась по-другому, VHS Story по-моему. Но почему-то разработчики решили изменить название. Да, в принципе без разницы, ведь на суть самой игры это никак не повлияет. И играть я здесь буду за типичного героя боевиков 80-х, 90-х годов. И конечно же, если вам, ребята, эта игра понравится, ставьте лайки. И конечно же, я сделаю продолжение, я бы очень хотел попроходить эту игру. Ну давайте меньше болтать и наконец-таки начнем играть. Выбираем имя для своего персонажа. Блин, я не знаю, какое имя ему дать. Вообще понятия не имею. Пускай это будет и... Измаил, не знаю, так это пишется или нет на английском. Будет у меня Измаил, окей. Ну и собственно, конечно же, здесь есть сюжет. Ведь это типичный боевик. Когда-нибудь вы превзойдете меня. Ваш внутренний потенциал безграничен. Берегите свои амулеты, они помогут вам раскрыть свою силу. Кажется, мама зовет нас обедать. Не будем заставлять ее ждать. Ну и что же будет происходить дальше? Мне уже интересно. Наверняка какой-нибудь типичный сюжет. Я знаю, что ты меня не послушал. Блин, я не успеваю читать, почему так быстро проходят диалоги. В общем-то, чувака застрелили и остался только его ребенок. Не плачь, сынок. Ты должен быть сильным, сильнее меня. Пообещай мне, что будешь тренироваться. Когда настанет время, ты должен быть готов. Ну блин, такое мы уже видели миллион-миллион раз. От этого становится еще забавнее. Круто, реально круто. Ну что, малыш, похоже ты теперь совсем один. А я уже давно совсем один. Думаю, вместе нам будет лучше. Будем приглядывать друг за другом. Идет? Ну, идет, хорошо. Конечно же, мне нужен какой-то отчим. И вот, по прошествию лет, наш герой просыпается в своей квартире. Хотя это, наверное, даже не квартира, а скорее дом. Звонит в телефон. Давайте поднимем трубку, посмотрим. Алло? Все еще дрыхнешь? Поднимай свою ленивую задницу с дивана и иди на работу. Как тебе такой план? Ну, окей, хорошо. Конечно, Фрэнк, ты прав, конечно. Отлично, я оставил газету на столе. Поищи там объявление о работе. Увидимся. И оказывается, я живу здесь не один. Со мной еще живет какой-то Фрэнк. Никакой работы, пока я не потренируюсь и не позавтракаю. Ну, ладно, окей, хорошо. Пошли, немного потренируемся. Я даже помню примерно, где находится тренажерный зал. Он был в гараже. Да, действительно, он находится в гараже. Правда, здесь сейчас нет никаких тренажеров. А в ранних версиях они были. Ну, что ж, давай поджимаемся. Посмотрим, на что ты способен. Воу-воу-воу-воу, чувак, полегче. Нифига себе, да ты уже и так дурной. Ты уже и так мощный парень. Не знаю, что мы будем делать дальше, если ты и так довольно здоровый, крепкий мужик. В холодильнике должна была остаться какая-то еда. Ну, давайте посмотрим, чем питаются здоровые спортсмены. Эммм, газировка и замороженная пицца. Хе. Да, выбор так себе. Ну, ладно, давайте скушаем пиццу. Она будет всяко сытнее, чем газировка. Хорошо, теперь я готов к работе. Надо посмотреть, что там в газете. Ну, давай посмотрим, какая работа у тебя есть. Наверняка ты работаешь каким-нибудь, не знаю, строителем или охранником. Не лучшая работа, но сойдет. Давайте отправимся. И работа. Да, действительно, я угадал. Мы отправляемся на стройку, зарабатывая деньги ценой времени и здоровья. Окей, так, можно сейчас добраться до работы двумя разными путями. Можно на автобусе, можно пешком. Но денег у меня и так довольно-таки мало. 35 баксов. Почему автобус стоит 6 долларов, я не знаю. Поэтому лучше я пойду пешком, хоть и потрачу на это больше времени. Эмм, мне нужна твоя одежда, обувь и мотоцикл. Мужики, это, конечно, все хорошо, но у меня нет мотоцикла. Ну, блин, я здоровый парень, и почему вообще я отправился на работу в одних шортах? Это странно, и уже наступила ночь, ведь было утро. Окей, давайте посражаемся. Ни за что, конечно же, я же здоровый мужик, я не должен проигрывать. Воу, какая-то система боя. Подсказка. Сейчас ты должен выбрать способности, которые персонаж будет использовать в бою. Необходимо заполнить все пустые слоты. Способности распределены по закладкам. Ну, давайте посмотрим, что у меня есть. Эмм, удар рукой. Ничего. И блок есть у меня. Здесь что? Здесь что? Здесь что? Ничего. Ну, ладно, давайте возьмем удар рукой и, собственно, собственно, блок. А это что такое? Эмм. Как? Эй! Что это? Я хочу прочитать. Нейтральная тактика. Нейтральная тактика без видимых преимуществ или недостатков. Круто. Оказывается, здесь можно будет еще выбирать разную тактику боя. Ну, прикольно. Давайте посражаемся. Посмотрим, на что я способен. Оу, воу, 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 воу! Не, ну это никуда не годится. Он просто меня отделал, как последнего щенка. Я его бью, а ему плевать. Ну, конечно, он с палкой. Да, я переоценил своего чувака. Я думал, он будет жестким и сильным и будет надирать задницу преступникам. Но нет. Два... Две-три... Два-три удара по голове палкой охладили его пыл. Да, я проиграл. Печально. Надеюсь, я не умер хотя бы. Даже есть графики какие-то. Но смысла в этом нет. Мне нужно больше тренироваться. Окей. Блин, я думал, я проснусь, собственно, в квартире. Ну, ладно. Хм, ты только что провел свой первый бой. Странное чувство. Я видел, как ты дрался. Это было неплохо. Эммм... Ты видел мой правый хук? У меня ног нету, блин. Ногами я не дрался. Поэтому, наверное, я все-таки выберу вот этот ответ. Хук. Эй, у тебя действительно сильные руки. Ну, а толку? Толку от этого. Новый перк. Сильные руки. Ты всегда помогал маме носить пакеты с едой из магазина. Вот, накачал. Все приемы с использованием рук эффективнее. Круто. Приведи себя в порядок и приходи ко мне в офис. Есть разговор. Эмм... Хорошо. Офис Мика. Зовут чувака Мик. И еще. Будет здорово, если ты зайдешь в магазин Капу и напомнишь ему, что он так и не доставил мне мясо. Какой-то странный чувак на улице подходит к сбитому мужику и говорит зайти в магазин, чтобы тот продавец из магазина отправил товары. Что вообще происходит? Это странно. Ну, в жизни такого ясного дела не бывает. Ну, в принципе, подстать сюжету боевика, почему бы и нет. Да, я вновь отправлюсь пешком, хоть мне и страшно. Блин, блин, блин. Я отправился сразу к Мику. Я не хочу. Надо отправиться к Апу. Апу здесь, да? Да, Апу. Ну что, Апу, где мои товары? Или мне придется с тобой посерьезнее поговорить? Привет, Мик просил передать что-то так и не получил свой заказ. Я разберусь с этим. Надеюсь, мужик, иначе я приду и сам с этим разберусь. И заберу все твои товары. Довольно большой выбор. Рыба, фрукты, вода. Ладно, давайте отправимся, собственно, к Мику и посмотрим, что он мне скажет. Ну, Мик действительно какой-то мощный чувак, потому что здесь целая куча трофеев, разного оружия и куча-куча-куча-куча всего. Ну, надеюсь, он может мне дать какие-нибудь приблуды, которые помогут драться с мужиками на улице. Привет, как я и говорил, у тебя есть потенциал. Я могу сделать из тебя настоящего чемпиона. Это длинный путь, и ты должен сделать первый шаг самостоятельно. Эм, о каком первом шаге идет речь? В тренажерном зале моего друга проводится чемпионат для новичков. Выиграй его, и я тебя потренирую. Ну, окей, хорошо. Хорошо, давай мы это сделаем. Теперь нужно встретиться с Сильвером. Если у тебя будет совсем туго с деньгами, приходи, и я покормлю тебя. Да, 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 пожалуй, покорми меня. Давай. Эй! Эй, ну ты же... Как ты узнал, что у меня есть деньги в ресторан? Пошел ты. Ладно, отправлюсь я к Сильверу. И снова пешком. Надеюсь, я таким образом буду прокачивать свои ноги. Привет, Миг сказал, что я могу тренироваться в твоем зале. Хм, большой Миг, мне казалось, что он отошел от дел. Меня зовут Сильвер. Да, ты можешь тренироваться здесь, почему бы и нет. Ну, давай, давай, давайте приступим уже к тренировкам. Я вижу там боксерскую грушу, гантели. Нужно тренироваться. Миг должен был рассказать тебе о лиге новичков. Попробуй свои силы в ней. Хорошо, хорошо, где эта лига? Похоже, ты умеешь драться, не хочешь поспарринговать со мной? Ну, давай посмотрим, посмотрим, что ты умеешь. И есть ли в этом какой-то смысл? Если это как-то улучшит мои навыки, почему бы и нет? Ну, блин, я бью всего лишь по одной, по две единицы урона. Это слишком мало. Реально, слишком мало. И так бои будут затягиваться. Этот Сильвер тоже не особо жесткий чувак, хоть он и тренер. Но это странно. Обычный толстый мужик с улицы с палкой отделал бы этого Сильвера тоже, в принципе, как и меня. За несколько ударов. Давай, давай, давай. Быстрей, 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 быстрей. Первый раунд закончился. И оказывается, с каждым раундом можно будет менять свои приемы. Это круто, но пока у меня ничего нет, поэтому просто продолжаем. Сейчас я отправлюсь в нокаут. Да. Давай уже, Сильвер, отделай меня. Эй, почему Сильвер восстановил свое здоровье? Это не честно. Мне не дали восстановить свое здоровье. Но, в принципе, оно и к лучшему. Так я быстрее помру и приступлю, наконец-таки, к тренировкам. Потому что сейчас я занимаюсь какой-то херней. Будем честны. Давай, 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 давай. Давай, Измаил, покажи. Покажи, что ты умеешь. Покажи этому Сильверу. Ну, какой-то бой пока так уж, так уж себе. Тухленький. Ну, 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 бей его, давай. Хотя, блин, ему удары летят прямо в лицо. И все равно в этом нет никакого смысла. Это просто пустая трата времени. Нифига себе! Нокдаун, отлично! Но я все равно проиграл. К сожалению, но ничего страшного. Неплохо, но тебе не помешало бы еще поработать над собой. Ну, понятное дело, я для этого сюда и пришел. Ты можешь тренироваться в моем зале. Конечно, не бесплатно. Но так как ты знаешь Мика, я сделаю тебе скидку. Ну, хорошо. У тебя есть возможность записаться на бой в лиге. Когда появляется такая возможность, на кнопке лиг появляется желтый восклицательный знак. Но, блин, давайте, давайте. Сразу отправимся на лигу. Почему бы и нет? Поехали. Следующий бой начнется через два дня. И как раз у меня есть время, чтобы потренироваться. Пошлите, отправимся в тренажерку. Ох, ну, 10 баксов. Ладно, другого выбора у меня нет. Здесь уже люди тренируются. И, пожалуй, пожалуй, я буду тренировать. Выносливость! Почему бы и нет? Силы у меня вроде бы и так хватает. Он здоровым выглядит. Хотя, блин, о чем я говорю? Ведь у меня удары наносят всего лишь по одной, по две единицы урона. Это слишком мало. Поэтому, наверное, все-таки нужно пойти немного потаскать железо. Или просто потренировать себе удар. Ну, ладно, давайте выносливость до двух докачаем. И отправимся тренировать удар. Что это? Ловкость. Влияет на вашу точность. Блин, удары по груши только лишь... А нет, смотрите-ка, сила тоже увеличивается. Да, по-моему, груша пока это самое лучшее, что у меня есть. Оно прокачивает сразу все. Это круто, но сейчас у меня закончится, к сожалению, запас еды. И нужно будет пойти покушать. Он уже закончился, нужно идти кушать. Блин. Ладно, давайте отправляемся домой. Хотя, блин, у меня же еды нету. Придется заскочить в магазин и что-нибудь купить. Так, Апу, что у тебя есть? Хм. Блин, блин, блин. Все такое дорогое. Ох, ну давайте купим кусок мяса. Что может быть лучше, чем мясо для спортсмена? Окей, ну и давайте поехали домой, покушаем. Нет, на транспорт, к сожалению, денег у меня нет. Да, 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 ты здоровый. Давай покушаем. Ииии... Отлично. И у меня еще осталась замороженная пицца. Я даже об этом и не знал. Это, конечно, все круто, но нужно, наверное, отдохнуть. И потом я отправлюсь уже в тренажерный зал. Эй, 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 хватит, хватит, хватит. Пока я отдыхаю, у меня заканчивается еда. Нужно еще немного перекусить. Я восстановил другие характеристики, но это не круто. Перекушу и отправляюсь теперь в тренажерный зал. Надеюсь, все-таки я оплатил и меня пустят. Потому что 10 баксов за одну тренировку, это было бы слишком жестко. Вам не кажется? Эй! Ну, елки-палки. Ладно, тогда отправлюсь на работу. Почему бы и нет? Все равно заняться мне больше нечем. Давайте работать. Я заработаю 50 баксов, хватит на тренировки. Давай, давай, давай. Еще я еду какую-нибудь смогу прикупить. Да, в принципе, за день платят 50 долларов. Это очень даже неплохо. Очень, очень, очень даже неплохо. Заработаю, пожалуй, сейчас сотку и потом деньги потрачу на еду. И бой сегодня, блин. Блин, блин, блин. Нужно срочно пойти и перекусить, потому что не хватает у меня силы. Такс. Кусок мяса. Отправляемся домой. Блин, блин, блин. Не то, не то, не то, не то. Отправляемся домой. Давай быстрее. И кушаем. Восстанавливаем силы и, собственно, отправляемся на бой. Поехали. Посмотрим, что я смогу сделать. Ну, вроде бы я выгляжу более здоровым, чем этот мужик. У меня больше выносливости. Я должен его победить, а удары у нас одинаковые. Так что все должно пройти как по маслу. Давай. Ну, наноси удары, хватит блокировать. Бей, бей. Или он просто у меня парень ждет, пока у врага закончится выносливость. Ну, лупи его. Ну, почему ты его не бьешь-то? Вот, вот. Комбо трешечку. Хорошо. Блин, ну, пока он нанес мне больше урона, чем я ему. У меня характеристики лучше. Я не понимаю, почему так происходит. Это несправедливо. Давай. Серия ударов. И еще. Хорошо, хорошо. Ну, парень неплохо блокирует. О, начинает мой мужик наваливать. И сейчас первый раунд закончится. И он будет, конечно же, за мной. Да, я снял больше здоровья. Немного восстановились. И снова в бой. Давай, я хочу отправить его в нокаут. Надеюсь, у меня получится. Интересно, за первый бой мне заплатят хоть что-нибудь? Хоть копеечку? Было бы очень неплохо, потому что ходить на работу не круто. Слишком много тратится времени и энергии. Лучше я буду зарабатывать чисто боями. Мне кажется, это лучше и круче. И эффектнее, в конце-то концов. Ну, 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 давай. Несколько ударов еще нанеси по его наглой морде. Такс. Еще один раунд за мной. У него почти закончилась выносливость, но... Но, 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 но еще не закончилось. В нокдаун его не получится отправить. Давай, хорошо. Хорошо. Десять раундов? Ну да, я по-любому его отделаю. По-любому он умрет. Вот. Да. Я просто думал, будет опять три раунда, четыре. Просто я не заметил, что тут три из десяти. Так что да, просто остается ждать, пока мой мужик отметелит его. Можно было, в принципе, даже не тренироваться, потому что у меня банально больше здоровья. Ну, поехали еще раз. Потом я буду хорошенько колотить уже грушу. Нужно, нужно прокачиваться. Перед следующим боем нужно прокачаться хорошо. Деньги у меня есть, так что все, в принципе, хорошо. Давай, еще шестнадцать, всего лишь единиц осталось снести ему. Это не так много, парень. Эх, эх, ну... Ооо, отлично! Отлично! Нокдаун и... И-и-и... Ну? Вот так вот, да? И еще несколько ударов. В последнем раунде я тебя добью, мужик. Отлично! Все, победа! И... Денег мне не дали. А нет, дали... Нет, не дали. Три чего-то там. Очки умений. Необходимы для открытия новых умений. Неплохо, неплохо, неплохо! Давайте посмотрим, что я могу прокачать. Ну, давайте, наверное, прокачаем удар ногой. Было бы неплохо, да. И все-таки у вороты тоже было бы неплохо прокачать. Отлично! Начальное все у меня вкачано. Посмотрим, что там дальше. Хай-панч. Ну, тут целая куча всяких разных умений. Блин, круто! Плюс есть разные стили. Дебошир. Путь тигра. Путь черепахи. Блин, прикольно. Но для этого требуются очки. Чтобы их получить, придется выигрывать. Так, что у нас есть здесь? Лига новичков. Текущая позиция 11. Конечно же, я запишусь. И, в принципе, ребята, надеюсь, наверное, на этом можно остановиться. Если вам игра понравилась, ставьте, пожалуйста, лайки. И будет продолжение. Потому что я бы очень хотел в нее продолжить играть. Уж больно она крутая. Ну, а с вами был Перпетум или же Александр. До новых встреч, друзья. Всем удачи. Пока.